Соревнования это всегда волнительно, а соревнования по водному полу это еще и проверка моральных и физических качеств. Юноши в возрасте 13 и 14 лет собрались во Дворце водных видов спорта, чтобы решить, кто же станет лучшим в открытом первенстве Брестского областного центра Олимпийского резерва по водному полу. Ведь этот турнир является одним из этапов подготовки к республиканским состязаниям. Кроме того, это еще прекрасная возможность посоревноваться со сверстниками из других стран и расширить дружеские связи. Эти соревнования проводятся у нас уже традиционно. Открытое первенство Брестского областного центра по водному полу в памяти тренера-преподавателя нашей школы, нашего воспитанника Брестской школы водного пола Босса Карамана. Уже на протяжении 5 лет оно проводится по младшим юношам. Каждый год моложе и моложе проводится. На данный момент участвуют 10 команд. 8 приезжих и 2 команды из Бреста. Конкуренцию брестским спортсменам составили соперники из-за рубежа. Из молдавского Кишинева, украинских Львова и Харькова, а также белорусские команды из Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Водная гладь с первых минут игры перестала быть такой. На поле развернулась нешуточная борьба, от которой вода кипела. Каждая игра включала в себя 4 периода по 6 минут. За это время юным ватерболистам необходимо было забить мяч в ворота соперника максимальное количество раз. Турнир очень классный. Мы уже тут второй раз, первый раз были в прошлом году и сразу все понравилось. Мы приедем еще, только зовите. Так что так. Хорошие впечатления. Играли хорошо, все играли хорошо. Будем стараться, будем что-то делать, будем улучшать свой результат. Результат хороший, а игра не очень. Много ошибок. Много ошибок. Будем улучшать качество игры. Мои впечатления очень впечатляющие, потому что на этом турнире есть много очень сильных команд и мы будем стремиться к первому месту. Мы хотим выиграть всех, чтобы все поняли, что мы лучшие. Определить, какая команда станет лучшей, смогут 6 декабря во время решающих игр. Призеры и победители будут награждены памятными медалями и грамотами, а победитель – кубком турнира. Ирина Козьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.